В Рассказовском районе в селе Нижнеспаское вручили юбилейные медали, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Те, кто трудился в военные годы, ковал победу в тылу, снабжал фронт продуктами питания и боеприпасами, в день торжественного вручения слышали в свой адрес слова благодарности за мирное и счастливое время. В юбилейный год празднования Великой Победы в каждом городе и районе чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Труженики тыла – это те, кто четыре военных года, еще будучи совсем молодыми, трудились, не покладая рук, чтобы солдаты на фронте были обеспечены едой, оружием, боеприпасами и одеждой. И самоотверженно защищали родину от фашистов. Мария Ильинична Маркина, уроженка Сампурского района, в 16 лет стала главным кормильцем в семье. Когда началась война, рассказывает Мария Ильинична, все мужчины ушли на фронт, в том числе и отец с братом. Поэтому пришлось освоить не одну профессию. А у нас был колхоз, лошадей не было, только четыре цоба было там у нас. И вот мы и работали, ерм поделали, все в колхозе. Все, я все делала судовыми женщинами. И вязала, и косила, и крюком косила, все руками делали. И все, всю зерну отправляли на фронт, нам килограмм не давали. Я была полной такая, все во мне было, сильной была. Как начну косить, от баб не отставала. Заслуженную награду в селе Нижнеспаское получили 9 тружеников тыла. А всего в Расказовском районе вручили 532 юбилейных медали. Глава администрации Расказовского района поздравил ветеранов с наступающим праздником. Без вашего труда, наверное, не было бы победы, потому что все производство, начиная от оружия, начиная выращивание хлеба и остальной продукции, все легло на ваши плечи. Вы в те годы еще были совсем молоды, детьми, но вы трудились достойно. И с вашей помощью советский народ победил фашистскую Германию. Для каждого ветерана юбилейная медаль не просто очередная награда, а частичка той самой победы, которая досталась ценой жизни многих солдат. Для тружеников тыла звучали песни военных лет и слова благодарности за мирное небо над головой. Екатерина Студенова, Степан Диколенко, Новости ТВ Рассказово.